Всем привет! Сегодня у нас в гостях Пётр Осипов. Я, наверное, начну с такого небольшого интро. Я, наверное, с тобой, как и многие, познакомился лет 11-12 назад, когда просто на ютубе наткнулся на ролик. Я тогда уже пробовал какие-то первые, начиная в бизнесе, но там поход был, не знаю, найти какой-то уникальный товар, снизить цену и тогда весь рынок сразу на тебя обратить внимание. И тогда я впервые вообще узнал, что такое ворот продаж оказалось. Чем больше касаний, тем больше продаж. Вот, и в тот момент ты считывался таким человеком, который суперсфокусирован на результат, на финансовый в том числе результат, там, не знаю, Феррари, Мезерати и так далее. Вот, и считывал, что это там 80-90% твоей жизни. А сейчас как будто это сильно поменялось, то есть там, с одной стороны, да, есть там дело, метаморфозы и все такое, но при этом, там, не знаю, есть и музыка, вчера там, не знаю, вот история смотрел, есть и али, голодание и так далее. Можешь, наверное, рассказать про вот эту вот информацию? Во-первых, ты меты и БМ, и меты, да, проходил, по-моему? БМ я проходил очень-очень давно, то есть это, мне тогда, по-моему, даже 18 лет не было, то есть это было лет 17, да, меты я проходил вот два назад. Вот, поэтому, ну да, и БМ, и меты. Вот, поэтому вот интересно, наверное, у нас аудитория предприятий, вот, и все, как бы, вначале, мне кажется, легкие, такой, пусть ты, как бы, типа, фигачишь, достигачишь, классно и так далее. Потом, как бы, в какой-то момент, насколько я понимаю, там, перещалкиваю. Расскажи, как тебе это было и что поменялось? Да, я думаю, что поменялось очень много. Я всегда к делу, к реализации своей относился как к инструменту, наверное, решения личных задач того этапа жизни, который я проживаю. То есть в какой-то момент времени было очень важно такое вот студенческое вообще зацепиться, вот у меня была такая концепция, зацепиться за мир. Типа, вот, ты живешь, смотришь на людей, таких взрослых, да, которые всю жизнь проходили на работу, и, то есть, объем того, что они, там, 40 лет ходили на одну и ту же работу, никак не приблизил их к реализации себя. То есть, вот они, как делали 40 лет назад работу, они примерно так же ее и делают. То есть, там нету какой-то любви, там нету какой-то, вот, что он очень хорошо это делает. То есть, не обязательно, что ты делаешь что-то долго, ты это делаешь что-то хорошо. Мальком Гладуэл, как раз неплохая книжка, хорошая очень, гений аутсайдеры называется, он там исследует как раз феномен, что если вы что-то долго делаете, не обязательно, это приведет вас к гик, там, к аутентичности, гениальности, да, и вводит понятие осознанной практики, как когда ты делаешь что-то свое и долго, тогда ты достигаешь су-суперрезультата, вот, когда свое и долго. И это был такой страх, ну, когда вот я как подросток и мальчик жил и смотрел на, как раз я там смотрел на папу своего, и это скорее был позитивный пример в том смысле, что я видел, что папа как раз, ну, он художник, он там дизайнер, он как-то, у него есть связь того, что он что-то умеет делать, и он это делает. И это была такая связка, ну, то есть, в отличие от других взрослых, я видел, что вот у него есть вот какая-то зацепка, то есть, и это как художника, да, и это очень другое отношение к тому, что ты делаешь, чем когда человек относится к этому... Ну, он просто как ходит на работу, то есть... Ну, просто как ходит на работу, да. Хотя папа, ну, ходил на работу, но одновременно я видел примеры, там, папиных друзей, там, депутатов каких-то, там, которые значительно богаче были, да, и я видел, что... А вот они делают что-то еще, не могу сказать, там, удовольствие, не удовольствие, но что-то, что приводит их вот прям к результату, то есть, они ездят на каких-то дорогих машинах... Финансовый, имеешь в виду... Да, это финансовый какой-то результат, и в этом был флёр такой, ну, очень какой-то мощный, они как-то очень сильно отличались от того... Ну, насколько я понимаю, это еще был, там, типа, 2000-е, 90-е? Да, 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 когда гопники на исходе уже были, но вот они еще были, вот, достаточно классное время было, вот, и, конечно, в институте я постоянно искал себя, и хотелось найти такую... Такая вот идея была, что если ты найдешь рычаг, вот как зацепиться, вот я думаю, мне бы зацепиться за жизнь, типа, вот я бы нашел, потому что ты не понимаешь, как быть богатым... Зацепиться именно в плане, что, типа, много зарабатывать или что? Немного зарабатывать, а вот когда ты поймешь, что у тебя есть что-то, что ты умеешь делать хорошо, и через что ты можешь зарабатывать, вот тогда у тебя будет как будто рычаг воздействия на мир, потому что иначе ты как будто вот во сне бежишь, ты как-то пытаешься что-то сделать, ну, и вот, чебокса, вот ты смотришь, люди ходят на работу, как из этого, да, и депутаты какие-то, вот, как бы, твой мир, да, работа и депутаты, и как зацепиться, вообще непонятно. И вот идея была такая, если ты зацепишься, то все остальное ты сделать сможешь, типа, вот ты зацепись, вот, чтобы ты умел делать что-то, что классное, что приносит деньги тебе, и что связано с твоими способностями, и если ты вот сможешь как-то воздействовать и получать результат, у тебя, ты как будто обретешь какую-то силу, и потом, условно говоря, ты добьешься чего-то, и тогда потом вот это, то, что ты добился, ты сможешь сконвертировать и обустроить все остальное. Вот примерно вот такой план был. Насколько я понимаю, то есть в какой-то момент, ну, там, БМ рос, там, финансовые цели закрывались. И БМ как раз был, да, великая вещь, потому что гипотеза-то сработала, и для ИБМ для многих таким образом и сработала, да, что многие не помнят, что до БМа, то есть он дал ощущение вот это вот, что ты, если захочешь, ты можешь зацепиться, да, зацепимся, вяжемся, там разберемся, вот главный, да, принцип. И многие ввязались, и многие разобрались. И то, что сейчас есть как данность, что ты вот, да, возьми продукт, там, упакуй, сделай деньги, результат, там, сделай хоть какие-то деньги, а потом там ищи свою аутентичность. Ну, то есть этот подход, он сейчас стал уже обыденным. Ну, и это, я считаю, огромное такое, ну, огромное, классное, позитивное изменение в сознании людей, что они понимают, что если они захотят, они могут. Да, потому что до этого были какие-то там митапы, стартапы, ну, то есть эта сфера вообще какая-то была. Это я прямо очень явно помню, я почему сказал, наверное, про воронку продаж, ну, у меня, я в целом, там, у меня и родители, предприниматели, я как бы года два-три что-то пробовал, но у меня был подход такой, типа, что ты делаешь, что ты получаешься, то есть я помню, там, не знаю, товар из Китая привожу, такой, типа, это не продалось, наверное, нужен какой-то другой товар и так далее. И потом я вижу видос, типа, воронка продаж, типа, декомпозиции, мне, там, я не знаю, лет 16, типа, я ставлю цель себе, там, за полтора месяца заработать на айфон, и, типа, я просто, там, не знаю, начинаю спамить всем друзьям, вот, и я такой, типа, блин, это реально влияет, типа, на деньги. Ну, да. И сейчас это, наверное, супер банально, типа, воронку продаж, но на тот момент месяц ходил такой, типа, все. Но вообще идея, что ты можешь взять, и у тебя будет получаться, а потом ты можешь найти что-то, что тебе нравится еще, вот такая вот, да, идея. ИБМ как раз стал таким, ну, ответом для меня, как совместить способности и деньги. Вот у меня способности были какие-то, да, я всегда занимался развитием, были деньги, я, там, воронки продаж особо не могу сказать, что, там, какой-то, это моя супер какая-то вот такая аутентичная тема. Потом, когда, да, цели закрылись, и вот идея такая была, что если ты зацепишься, если ты будешь делать деньги, масштаб, ты себя раскроешь каким-то образом, потом поймешь, что делать. Вот, в принципе, так и случилось. То есть были сделаны достаточно большие результаты, там, масштаб и так далее. Но потом оказалось, что это тоже, это не конечная цель, да, что это недостаточно. То есть, что сам по себе, вот эта вот идея результата, идея развития, идея масштаба, которая так сладко пьянит, да, умы. Ну, и ничего плохого в этом нет, что она пьянит, это нормально, можно раньше только как будто это стоит прожить. Вот, а потом оказалось, что есть еще другая большая часть жизни, которая тоже интересна. Это построение вообще всей жизни так же классно, как ты построил там какой-то один отдельный участок. А правильно понимаю, то есть, условно, ну, если так простыми метафорами, то есть, изначально было, типа, ответить на вопрос, типа, как заработать там и получать удовольствие. А потом в какой-то момент, ну, это, условно, стало недостаточно, и ты больше, как бы, стал в поиске вопроса, типа, как стать счастливым, или не совсем так. Да, я думаю так. Мне кажется, что есть три точки такие главные. Первая точка, это точка такой, когда ты не состоялся еще в жизни, когда вот ты потерянный, когда ты, когда ты супер выживаешь, вот, когда ты обеспечил себе выживание. Ты научился работать, выживать, не умирать. Ты, это научиться не умирать очень важно, потому что, возможно, ты из благополучного района, я не из неблагополучного, я из обычного. И, ну, как бы, очень много. Обычное, это неблагополучное в целом. Ну, не, неблагополучное, это там, где ножиком пыряют, да, то есть, это все-таки совсем уж. Вот, ну, там, алкоголики, наркоманы, то есть, ты очень ярко видел, ты очень ярко видел реализацию божественной свободы воли, да, как каждый распоряжается. И выживание очень важно, когда человек, там, работает на себя, там, сам квартиру снимает, когда он сепарировался от родителей вообще и умеет сам себя обеспечить, да, какие-то отношения построить. Тогда выживание очень важно, первый уровень. Второй уровень – это уровень успеха, когда ты преуспеваешь в чем-то одном в жизни. Например, для меня успех был такой, достаточно рад, он пришел, финансово, скорее реализационный, вот, успех реализации. Так кайфовал от того, что я делаю, что мои способности приносят деньги, так это легко получается. Там, Феррари, машины, все это вот как бы как магия, да, просто случается в жизни, думаешь, о, супер, класс. Это успех, для некоторых людей успех, там, масштаб, для некоторых, некоторые люди в успех входят, например, к 30, там, у них, там, трое детей, например, семья, да, и там, у меня есть подруги, которые, там, к 30 годам троих родили, там, или четверых, и такие думают, так, а что по реализации, да, и это тоже успех. То есть, или человек, у человека очень крутое здоровье, там, какое-то тело он, там, на руках стоять умеет. Успех, это успех. Но в какой-то сфере результат. В какой-то сфере, в какой-то сфере очень значимый результат. Очень, не то, что ты, там, оригами лепишь, да, но какой-то реально очень большой значимый результат. Но оказывается потом, что возникает после вот этого этапа успеха, что успех не означает удовлетворенность. Вот термин счастья, как бы он такой высокий, громкий, да, но тут удовлетворенности нет от этого. То есть ты там пытаешься то же самое сделать, но... А как ты, я извиняюсь, что перебью, а как ты это почувствовал? То есть условно, не знаю, заработал миллион, ставишь больше и так далее, и потом просто эти цели не зажигают... Ну да, да, то есть я думал, да, ты дойдешь желтой миллиардной компании, а ты думал, что 100 тысяч заработал, думаешь, ну ладно, проблема, там миллион. Я реально не помню, там 10 миллионов, потом 100 миллионов. Потом выручка повышалась, повышалась, повышалась. Думаешь, и вот оно, ты пришел, вот ты прибежал, вот ты первым классом летишь, вот ты на частном самолете летишь, вот ты на машину купил. То есть ты ожидаешь того же какого-то счастья. А оно не то, что несчастье, оно так же, да, примерно, то есть сильно не отличается. И в какой-то момент я понял, что моя жизнь просто вот... Что у меня нет жизни вне работы, вне моего успеха, вот так скажем. То есть моя жизнь сама по себе и моя личная жизнь, они мне не так интересны, как жизнь вот этого, моего творчества. А это плохо, потому что, ну опять же, это, наверное, у каждого по-своему. То есть есть, там, не знаю, в моем окружении огромное количество людей, которые, там, не знаю, у них фокус на работу, и они там, по крайней мере, на текущий момент счастливы. То есть вот... Я думаю, что тут есть такая штука, как рационализация текущей жизни. То есть то, что у тебя получается, то ты и говоришь, что правильно. А все в другие сферы. А все другие, а другие, а это не так значимо по какой-то причине, да. Но вот по себе я просто понял, что, ну вот честно поговорив с собой, что как бы надо смириться с тем, что, ну типа, любовь ладно, семья ладно, ну как бы там, ну что это будет, нормально, все там хорошо. Но так же интересно там, как в деле, не будет. Что вот типа ты вот это вот свое супер, из-за него надо держаться как следует. А все остальное, ну меня напрягало, что, например, внутренние ощущения, то есть что вот эта вот тревожность, неудовлетворенность, которая толкает тебя на большие результаты. Я понял, так, если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей, как я к себе буду относиться? Я понял, что моя самооценка стала связана с результатом. То есть она срастилась с тем, что у меня очень хорошо получается. А я насколько понимаю, это помогает, с одной стороны, достигать, с другой стороны, типа, очень становишься от этого тревожным и счастливым? Я не думаю, что это помогает достигать, если честно. Я думаю, что это в какой-то момент, то есть в какой-то момент эта кнопка перестает работать, потому что, знаешь, как крыса, которая вот, не знаю, там не током бьет, а вот она на кнопку нажимает, ей там какой-то наркотик дают, да, и вот она жмет, пока не умрет. То же самое достижение на первом этапе, когда это связано с обеспечением твоей безопасности, с обеспечением твоей реализации. Это дает тебе определенный уровень гормонов, я не знаю, счастья, реализации. Но потом ты пытаешься жать на эту кнопку, испытав счастье, которое происходит сращивание. То есть ты делаешь с компанией семью, ты занимаешься любовью со своими клиентами. У тебя сотрудники дети, которых ты воспитываешь, клиенты, дети и так далее. То есть получается сращивание, что ты удовлетворенность и секс, и все остальное ты питаешь там, ты компенсируешь. А питаешься там, где его нет. У меня в какой-то момент это напрягло. Я подумал, что я понял, что я могу катиться так дальше. А мне этого не хотелось. Мне хотелось бы, чтобы, во-первых, мое внутреннее состояние не зависело от внешних результатов. Ведь когда любая идея становится слишком важной, она перестает получаться легко. Например, деньги, когда они важны, когда ты все, результат, потому что сравнение, потому что все бегут, ты должен бежать обязательно, быть первым. Но как это профессиональный спорт, он убивает любовь к спорту уже. На уровне любителя ты будешь это любить. На уровне профессионального спортсмена ты будешь травмирован уже таким неадекватным объемом совершенно. Потому что ты думаешь, что ты не устаешь. Ты думаешь, что ты очень просто такой вот толстокожий. Просто тебя ничего не касается. Просто ты такой целеустремленный. А на самом деле ты просто... У меня недавно при обретении стал уставать. Научился уставать? Я научился уставать. То есть, можно сказать, что возраст, конечно, да, все, ЖКХ, давай с утра кормить голубей. На самом деле я раньше уставал, просто я не замечал, что я устаю. И потом в итоге я бежал, бежал, бежал и падал там. И просто там лежал какое-то время. Организм был нечувствительный, и он жил долго в кредит. То есть, вот на таком истощении. И к этому приводит идея результата. То есть, она очень понятна, эта идея. Очень простая, мне кажется. Очень простая. Деньги – это самый простой критерий, на который ты можешь повлиять. Это тоже сложный критерий. Но по сравнению с быть комплексно счастливым во всех сферах жизни, деньги – более простой инструмент, потому что он более логичный, поддающийся измерению, поддающийся... И он один. А почему ты по итогу сейчас пришел? То есть, условно, раньше был фокус такой, теперь результат, деньги и так далее. Сейчас внутреннюю удовлетворенность. А что это, если простыми такими словами? Да, абсолютно простыми. Вот первый уровень – это выживание, когда ты способен не умирать и себя обеспечивать, стать самостоятельной единицей. Второй уровень – это уровень успеха, когда ты научаешься... Это очень важная штука, на самом деле, потому что ты научаешься делать результаты больше, чем принято. Принято. Да, принято. И здесь происходит определенное усиление себя. То есть, если это правильно использовать, то ты можешь сказать, ой, я могу, у меня получается, круто, я могу воздействовать, я могу воплощать и реализовывать свободу, волю, влиять на себя в мире. Потому что влиять на мир – это такая идея, как раз человек, который остается на втором уровне. А третье, третий уровень, можно назвать это первое выживание, второй уровень – успех, третий уровень – это счастье. – это полная удовлетворенность условиями внутреннего и внешнего бытия. То есть, своим внутренним состоянием и внешними аспектами своей жизни. Это состояние счастья. Если брать этимологию слова «счастье» с прославянского, у нас такой язык, сочасти – это «эс» и «частье», две части у этого слова. «Эс» означает «хороший», «приятный», «благополучный». «Частье» – это «частье». То есть, это «хороший удел» или «хорошее сочетание частей». То есть, «хороший…» Но мы это понимаем, как это комплексно выстроенные части жизни, когда у тебя во всех частях жизни все хорошо. Ну, и другую вероятность говорят, что это счастье, как сейчас, то есть пребывание в моменте. Но это, я думаю, не противоречит, а как раз, когда ты проживаешь жизнь в моменте, в состоянии, что у тебя все части жизни выстроены корректно и работают корректно и правильно. Потому что, когда одна выстроена, а другая нет, то получается перекос, ну, как бы у тебя бицепс накачанный, а все остальное тело хилое. Ты говоришь «усиливай сильно», да, «давайте усиливать сильно». Такая вот идея есть, очень умная людям, как кажется. Ну, ты, насколько я понимаю, с ней не согласен, я имею с точки зрения того, что условно, типа, ты сильно усиливаешь, но какие-то есть побочки, ну, с точки зрения как раз внутреннего кого-то удовлетворения. Побочки очень сильные. Вот равномерность – очень важное понятие вообще. Вот у меня есть мой любимый и знакомый доктор, который говорит, что вот раньше старики хорошо умирали, он говорит. Да, вот что такое хорошо прожить жизнь? Он говорит, вот старик умирает, и потом, говорит, когда ты вскрываешь его, он там, доктор, он говорит, он прямо рассыпается, то есть он равномерно истерся, то есть у него все уже, у него все равномерно, то есть он песок в труху рассыпается уже, да, ну, потому что он вот старый был, и он, ну, как бы все, мертвый, и он равномерно прожил и исчерпал свой ресурс. Он говорит, вскрываешь 40-летнего, говорит, почки хорошие, говорит, там же это, хорошие, ну, жалко выкидывать, говорит, да. То есть какой-то клапан маленький оторвался, все, и жизнедеятельность целостного организма была прервана. Поэтому пробивает нас в жизни по слабому звену, а не по силе сильного. То есть сильное звено – это очень хорошо, энергия его нам очень важна, чтобы биогармонично вкладывать в другие аспекты. Я не говорю о частях, которые не нужны. Например, я как-то, вот, мне нравится, например, серфинг. У меня он просто нравится. Ну, то есть мне нравится теоретическая идея серфинга. Я там иногда прихожу, чуть-чуть встаю. Серф или вейк серф? Серф, серф, именно серф. Ну, это, ну, то есть я, в принципе, хочу когда-то встать. В принципе, мне нравится, что надо вставать с утра, взаимодействовать с океаном. Но я как-то без этого проживу, короче. Вот я понял, что есть очень много вещей в жизни, без которых я проживу. Там скейтборд, например. Или там, я не знаю, сноуборд даже. Ну, то есть в целом, но есть какие-то вещи, которые я понимаю, я не могу сказать, тут не получилось все, ладно. Это мое внутреннее состояние. Это тело или какое-то ментальное состояние? Это другое, чем тело. То есть это связано с телом, но это не обязательно с ним, это нельзя знак равенства ставить. Это именно способность воспринимать и тело, и себя, и мир. Это спокойный ум. Такой, вот интересно, недавно беседовал с таким одним, ну, здесь в Дубае очень много разных интересных людей. Ты иногда знакомишься на, вот просто в бассейне там или где-то. И вот был индус, который консультирует каких-то очень важных людей. И он говорит, вот, говорит, в чем отличие мышц от типа ума? Говорит, если мышцу ты тренируешь и даешь нагрузкой постоянно, она становится сильнее. А ум, говорит, наоборот. А, серьезно? Да, чем больше ты его напрягаешь, тем больше твой ум работает. Тем наоборот он становится слабее. Да, он становится зависимым, он становится дофаминово зависимым. Вот ты все уже постоянно в информации, ты постоянно не удовлетворен, ты в прошлое, в будущее. У тебя ум становится хаотичным, ты должен концентрироваться, потом ты уже не можешь заснуть ночью, ты не можешь проснуться, у тебя постоянный поток мыслей, который делает тебя несчастным. И он говорит, сильный ум – это тот ум, который, наоборот, вот, типа, его надо, это очень сложно не загружать. Чтобы он не тревожный был? Чтобы он был расслабленный ум, да, вообще. Тут, ну, у меня, по крайней мере, в голове сразу такое, типа, знаешь, типа, с одной стороны есть, ну, бизнес, и где, ну, там, часто бывает, там, много стресса, еще что-то. И это, наверное, такая, типа, спокойная ума, это немного противоположность. То есть, вот, как ты для себя на этот вопрос отвечаешь? Это, я считаю, что это ложная дихотомия, потому что, ну, это как раз дихотомия тех, у кого что-то получается. То есть, тот, у кого получается медитировать, будет говорить, деньги – это мирское. Да, тот, кто будет деньги делать, говорит, это вы, там, на Бали все на гвоздях стоите, там, все, на холодильных косичках ходите. Всем спасибо, всем все понятно, да. Я вот понял, что я хочу и ум спокойный, и тело чистое, и деньги, при том, ну, чтобы они получались не путем какого-то вот этого невероятного ощущения, вот этого тяжелого надрыва, да. И, конечно, отношения. Вот с чем я не был согласен, я все мог принять, но только, ну, вот как же так, если тебе будет в отношениях не так же круто, как вот, ну, ну, вот это вот, ну, прям никак у меня не умещалось. Это очень важная штука, мне казалось. Слушай, а такое, ну, вот по поводу, давай тогда по поводу реализации еще, наверное, в целом, я думаю, у многих есть запрос найти свое дело, найти там свою аутентичность, то есть, мне кажется, мало кто там это не хочет, но глобально, мне кажется, у единицы это получается, вот. И вот тоже интересен твой путь, вот, почему, потому что со стороны, по крайней мере, считывается, что ты нашел какую-то свою уникальную конфигурацию с точки зрения продукта, потому что похожих продуктов, ну, наверное, какие-то есть отдельные части, но вот, там, не знаю, типа и тренинг личностного роста, и рейв, и, там, не знаю, ну, куча всего. То есть, в одном продукте это, как бы, необычно, вот, и при этом, как бы, есть, наверное, какие-то, там, не обсужденные правила, там, на рынке, ну, не правила, а, типа, что, как бы, многие делают, там, не знаю, вебинары, там, не знаю, каждый день, там, stories, либо еще какие-то, там, не знаю, модели, вот, и ты, мне кажется, прям сильно выделяешься, потому что, опять же, там, не знаю, после пандемии, там, не знаю, все пошли в онлайн, ты прям, ну, у тебя внутреннее такое ощущение, что, типа, оффлайн, пять дней, тотально, сейчас это вообще в разных странах, ну, то есть, очень необычная конфигурация, то есть, как, вот, найти, вот, как раз, там, свое дело, и, может быть, даже не столько свое дело, а вот эту вот конфигурацию, что, конкретно, ты делаешь, и так далее. Да, ну... И, при этом, на этом много зарабатывается, потому что, есть, наверное, много примеров, когда, типа, находишь классное дело. Да, при том, ну, как бы, не то, что я, знаешь, уехал, типа, вот, результаты были, а теперь, вот, не получается, типа, я на пенсию съехал, да, не, ничего подобного. Наоборот, наоборот, то есть, я никогда не был настолько хорошим финансовым, ну, вообще, вот, в плане результатов, в таком оптимуме, да, как сейчас. Другое дело, что нет задачи, как бы, вот, как-то, ну, использовать это слишком часто, как подтверждение какие-то, да, там, посмотреть, ну, то есть, ну, что, я, там, в очередной раз буду показывать, что, вот, я джетом летаю, посмотри, я на велосипеде катаюсь, вот, я показываю, да, что я на велосипеде катаюсь. Это прикольно. И поэтому это доказательство, как раз того, что, ну, вот, мне было важно, что результаты, все-таки, они и остаются частью твоей жизни. И именно качество твоего состояния, в котором ты создаешь эти результаты, и когда ты не привязан к результату, как идея, который, ну, как и БМ тоже, он рос очень сильно тогда, когда как раз привязки к результатам не было, да, когда это было вот чистое вот это творчество с адекватным отношением к деньгами, но все-таки без привязки, что вот во что бы то ни стало. Сейчас вот эта вот пандемия новая, да, что большие ячейки, вот это вот, ну, ну, это нормально, так всегда было, вот, ну, результат во что бы то ни стало, да, то есть, это обесточивает, конечно. Что касается поиска аутентичности, это я называю техника пицца, техника пицца, ну, в Италии как была пицца изобретенная, это было вообще блюдо для бедных, куда на корж клали все, что есть в холодильнике. Вот что в холодильник есть, то и кладем. Очень часто люди используют только часть своего потенциала, а им кажется, что надо выбрать что-то из того, что они умеют делать, и им интересно. Они внутри себя разделяют, вот это мне интересно, а на вот этом я могу деньги зарабатывать, потому что я там образование получил, там, пять лет, ну, или как-то. Я очень быстро понял, что пицца эта положить в свою деятельность всю совокупность того, что тебе интересно, и чем, потому что никто не сможет, все делают то же самое, что делают другие. Ну, да, и поэтому, как раз, интересен твой опыт, и, насколько я понимаю, в БМе все равно как-то, ну, это все равно сильно выделялось, но все равно, мне кажется, там, не знаю, отделы продаж, еще что-то, а сейчас у тебя, ну, небольшая команда какая-то уникальная, такая комперация. Интересно, как ты к этому пришел, и, ну, это, насколько я понимаю, постепенно какой-то такой был путь. Ну, не совсем, достаточно резкий в целом. Когда с Мишей рассказали? Ну, да, да, мы поняли, как бы, что, ну, как бы вот, ну, я рад, что это мы поняли, ну, или не поняли. Я-то думал, я хотел вдвоем делать все эти цеха дальше вообще так-то, да, но хорошо, что мы, что как-то вот такое произошло переосмысление. Я днем говорил про отделы продаж, и как бы, ну, окей, ну, как бы, ну, то есть мне всегда казалось, что вот это мышление и, как бы, вот это вот мышление человека, его жизнь, она в намного большей степени коррелирует с результатом, чем... Чем какие-то... Чем, да, да, это тоже важно, и я не, ну, я тоже нахожусь в контакте с этими вещами внутри своего дела. Ну, не могу выделить их, условно говоря, там, взаимоотношения с отцом или взаимоотношения с целью своей, или личная жизнь, или наличие секса в жизни у тебя. Это, ну, с моего АБЦ-анализа находится в категории А, там, АСРМ-система находится в категории С, не могу сказать, что... А цели, там, например, в категории Б находятся, да, по степени влияния. То есть все влияет, вопрос, с какой разрешающей способностью. И я понял, что я с утра вот говорю про деньги, про бизнес, а вечером я слушаю, там, Дао Дэ Цзинь, историю религии, историю философии. И мне кажется, что это, ну, только мне интересно, что я вот один такой сумасшедший, да, которому это... Я думаю, у многих вот есть, по поводу внутреннего дела, такое вот ощущение, что, типа... Конечно. И либо это все очевидно, либо это... Да, конечно, потому что рыба не понимает, что она в воде, да, ей кажется, то, что тебе интересно, то, что я думаю, Дао Дэ Цзинь, все, наверное, по 8-6 раз, да, прослушали. Или там, но Новый Завет просто на репите, просто вот Евангелие от Матфея, ну, как бы все нормально, почему нет, это же очевидно. Ну, из-за этого еще деньги, бред, да? Ну, деньги, деньги-то ладно, да, я думаю, что это просто никому не надо, ну, реально. Вот деньги, ну, типа, деньги это понятная субстанция, деньги... И очень важно, да, вот скрестить область своего естественного интереса с большой потребностью в рынке. Вот это и называется реализация, когда ты скрестил аутентичность с востребованностью, то есть ты научился то, что является твоим уникальным узором личности, превратить в продукт, да, который имеет будущее и который имеет опору на прошлое. Пицца, вот я что положил в метаморфозе, там есть, там есть колчинг, по сути, да, то точка А, то точка Б, там есть философия, там есть религия как-то переплетена, там есть музыка, там есть черный юмор, там есть военная дисциплина какая-то, которая... Там есть годовые выезды, куда приезжают там люди, вообще моя мечта, потому что люди приезжают и вместе занимают год. Сейчас метаморфоза вообще это такой, ну, когда учился, это был главный продукт, а сейчас только входная дверь, потому что стало понятно, что очень важно год, вот как человек проживает, чтобы он был в среде вот такого развития. Но потом мы поняли еще, что даже в онлайне это не то, что вот все-таки секс и трансформация, они пока еще принадлежат оффлайну. Онлайн-секс и оффлайн, да, секс, да, разный. Да, похоже, результат даже, да, но все-таки есть огромный нюанс, и этот нюанс создает огромную разницу. То есть это аудитория людей, которые способны путешествовать, как бы в свободных передвижениях, да, относительно, или очень хотят такими стать. И вот год, раз в два месяца, выезды, куда съезжается толпа людей, исследовать новую тему, да, вот сейчас у нас был модуль счастья. У нас же, на самом деле, самые простые понятия, которые нам кажутся простыми и очевидными, очень важные, это те, которым мы не обучаемся, в которых мы деньги не вкладываем. То есть понятно, мы готовы вложить в деньги, в бизнес, но в счастье, ну, что такое, кажется, что это понятно. Ну, нам, потому что, мне кажется, у многих такое внутреннее, как бы, логическое размышление, что, типа, денег заработаю, стану счастливой, или, там, не знаю, найду отношения, типа, стану счастливой. И поэтому туда приходят люди, которые уже в целом заработали деньги, которые решили как-то первую задачу. Это не значит, что нет. А как ты к этому вот пришел, потому что, ну, навряд ли это был такой, типа, один день, типа, вот есть, там, не знаю, BM, где я говорю, там, про CRM, ну, типа, и про это, и про CRM, и там, еще про что-то, и так далее. И, типа, раз, резко, там, вот как ты, как вот ты шел к этому? То есть это просто постепенно какие-то итерации, ты понял, типа, где больше нравится, туда иду. Мы съездили на Тони Робинса с Мишей, и у него пятидневный продукт был, свидание с судьбой, и очень прикольный он, на самом деле. Американцы, конечно, умеют делать, то есть вот у него дешевый продукт, например, вообще, ну, с ней нет слов, как плохо, а дорогой продукт нет слов, как хорошо. Ну, вот, просто разные деньги, абсолютно разный уровень, то есть тут реклама, тебе 24 дня просто бады продают там, да, со сцены. Хотя, ну, надо признать, да, все-таки он самый успешный в мире сегодня. А пятидневный продукт, ну, мне показалось, что он такой, да, очень достойный, свидание с судьбой, которое называется. Ну, мы посмотрели так, я посмотрел и понял, блин, ну, вот здесь он уже, как бы, уже повторяется, уже как-то вот, ну, очень крутое ядро, но... Ну, уже сам не горит эти продукты. Очень, как бы, очень много хочется переделать вообще, вот. Ну, и как я вот все там тренинги личностного роста прошел, и мне везде что-то понравилось, что-то не понравилось. Вот, и я понял, что я хочу вот сделать такой продукт, мы с Мишей их решили сделать пять дней, что, типа, первая часть будет, типа, интенсив про бизнес, а по третьей, вторые, три дня про мышление будут. И мы так делали, вот эту пятидневную программу, которая начиналась с интенсива, и я во время этих трех дней просто отдыхал всегда. То есть я вот, у меня была основная работа, которую я делал, а на метаморфозе я приходил и отдыхал. Это было мое хобби, которое стало приносить денег сопоставимо. И потом люди стали приходить просто вот на вот эти три дня, и два дня просто высиживали, чтобы вот они были. И потом на второй или третий раз Миша по очень уважительным, реально личным обстоятельствам связан с его другом не приехал, а билеты продали на двух, это, как ты знаешь, лагерь делился на тех, кто любит меня, Мишу, там, и так далее. Вот, и я такой, типа, блин, ну, билеты проданы, там, 500 человек. Я остался один на один с аудиторией, понял, я буду делать вообще все, что я хочу. И я стал делать все, что я хочу, и я увидел, как зал ревет просто, просто плачет, люди плачут просто. Я ничего не... Танцевать мы начали что-то разбирать, и начал вырисовываться продукт. В следующий раз я попросил, Миша, не мог бы ты, пожалуйста, не вести со мной? Не приходись. А Миша говорит, вообще, вот никогда не было проблемы с тем, чтобы нет, типа, нет, я хочу. Ну, такой, супер. Вот, и стало понятно, что это что-то, что, ну, знаешь, что имеет жизнь. Ну, то есть, условно, что, типа, ты понял, что и тебе нравится, и при этом какой-то первый пошел там оттлик от аудитории. Огромный оттлик, да, пошел от аудитории, я понял, что это мое, это мое, и с чистым сердцем я понял, что этап именно вот этого большого бизнес-образования, бизнес-обучения ищет, ну... Да, и надо его отпускать, вот как надо отпускать, потому что, если не отпустишь, на двух стульях, ну, не усидишь, как бы... И был страх, что, конечно, такое классное, большое, старое, еще страх, ну, не сделать самому, настолько же что-то интересное. Ну, и плюс то, что были лидеры рынка, и как бы страшно отпустить, потому что вдруг по-новому не получится. И страшно отпустить, ты лидер рынка, и ты... да, это очень страшно отпустить. Вот, то есть, ты понимаешь, если дальше делать, вот все понятно, что делать, все понятно, как делать. Но нет искры. Все понятно, как результаты хорошие. То есть, все дальше надо просто это делать, 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 делать. Это как раз такой конфликт, что ты за этим успехом можешь упустить, ну, свое счастье, свою вот эту вот реализацию, свою аутентичность. Это, насколько я понимаю, как раз совпало с... Оставшись рабом, по сути, рабом успеха, да, рабом вот этого результата, рабом вот этой оценки достижения, страх упустить. То есть, я понял, что здесь мотив, он такой темный уже мотив. Ну, не потерять, не достичь, а наоборот, не потерять. Не потерять, да, зависть к возможным результатам, да, там, или к потере. Ну, вот эта горечь, вот она. То есть, а это я понимал уже, что это не очень хорошая мотивация. И что у меня есть страх, что я без партнера там не смогу, да, например. А вот про партнера, на самом деле, мне кажется, очень мало кто спрашивал. То есть, ну, у многих есть там партнерство в бизнесе, типа, у кого-то там они классно проходят, у кого-то они очень хорошо там, не знаю, получаете партнерство построить или разойтись. Я, наверное, видел в своей жизни мало примеров партнерства, которые, во-первых, 10 лет, потому что, ну, у меня там тоже были партнерства, но это там несколько лет. Вот, и второе, то, что, ну, эти 10 лет, насколько я, опять же, со стороны понимаю, то есть, это был, там, не знаю, и сверхуспех, и, наоборот, какие-то сложности, там, кассовые разрывы и так далее. И, ну, там, легко быть партнером, когда, типа, все классно идет, когда вот начинается жопа, как бы, намного сложнее. Да, то тоже легче немножко, если партнер настоящий, то... Вот, да, интересно, как вы построили это партнерство, то есть, за счет чего у вас получилось, потому что, ну, такой кейс именно с точки зрения партнерства и потом экологично разойти и поддерживать, там, коммуникацию, ну, мне кажется, это довольно редкая история. Ну, Миша хороший человек, и я тоже, я думаю, вот, ну, я надеюсь, да, вот, просто мы же познакомились с Мишей, когда он мне просто помог переехать в Москву, он поустроил меня к учительнице по-английскому из своей школы, потом я приехал, он на год был у меня старше, единственный знакомый был, он мне помог к телефону, какие-то такие вещи, и... А вы с Чебоксаром уже были? Да, мы были, мы учили в школах напротив друг друга, мы не были там какими-то супердрузями, были просто знакомыми, вот, и у нас получилась, получилась эта искра двух талантов, да, такое бывает, вот такая зацепка, то есть, понятно, что мы вместе были значительно ярче, чем каждый по отдельности. Мне кажется, что партнерство – это кокон твоей аутентичности всегда. А вы поясни. Партнерство нужно, чтобы ты обрел себя и понял, кто ты сам по себе, да, партнерство, оно очень помогает пройти через страх, пройти через масштаб, то, что одному сделать страшно, вдвоем сделать полегче, да, там у нас были разные истории, естественно, разные люди по-разному реагировали во время успеха и во время, там, тяжелых испытаний, да, во время успеха каждый пытается себе присвоить значительную часть успеха, во время испытаний каждое испытание тоже пытается как-то отдать другому. Да, да, то есть, и как раз люди, мне кажется, вот в этих двух точках, они показывают себя очень сильно, и как раз, когда были проблемы, мы очень сплачивались, да, и это было такое, как воссоединение. Насколько я понимаю, просто совпала именно личность, то есть, не было, там, не знаю, условно, кто-то говорит, там, не знаю, в партнерство захожу, сразу прописываю, как расстаемся, какие-то, там, не знаю, типа, там, правила и так далее. У вас, насколько я понимаю, это просто, ну, вот вы прям супер так совпали, и такой долгий путь прошли. Ну, так получилось, да, так получилось, мы же еще, как бы, огонь, как бы огонь, воду и медные трубы именно прошли, то есть, вот этот этап, да, когда мы, там, сто тысяч зарабатывали, и когда, там, миллионы, да, и, там, сносят бошку, там, и так далее. Ну, ну, как-то прошли, то есть, все-таки, как-то, я считаю, очень достойно прошли. Нет, поэтому мне интересно, потому что, типа, ну, во-первых, прошли, во-вторых, расстались, потому что, ну, может даже экологично расстаться, но потом там не поддерживать связь, а у вас, как бы, ну, вот, мне было интересно, как раз, детальнее понять, как бы, ну, вот, по поводу построения, потому что, на самом деле, мне кажется, ну, деньги, там, я думаю, многие понимают, как заработать, а вот как построить партнерство. Ну, деньги же это умножитель человека, то есть, и деньги большие там проявляют человека, ну, не то, что там есть хорошие и плохие, они просто проявляют как бы твои сильные стороны, твои слабости, и классно это принять и пойти дальше. Ну, 10 лет я супердоволен нашим партнерством, то есть, оно точно стало этим коконом и беременностью моей текущей жизни, из которой родилась моя текущая жизнь, а моя текущая жизнь мне очень нравится, поэтому я очень благодарен тому, что к ней привело. Да, ну, то есть, это само по себе было классно, вот. А правильно я понимаю, для тебя партнерство это как условно, ну, по крайней мере, мне сейчас считывается, что типа как какой-то такой переначальный этап, или ты видишь как бы ценность партнерства там, не знаю, условно сейчас? Есть партнерство в широком смысле? Ну, я имею в виду такое равноправное, то есть, наверное, ну, и, наверное, что еще мне кажется важного у вас с Мишей было, то что вы именно такие равноправные партнеры там с точки зрения именно принятия решения, потому что может быть там, не знаю, какой-то младший партнер, но как бы... Не знаю, то есть, всегда же оно как-то складывается конфигурация, кто что делает, кто какие решения принимает, то есть, оно... Я не верю в это супер уж в равноправие, как в равноправие между мужчиной и женщиной, да? Ну, у каждого какие-то зоны ответственности. Условно говоря, мы равны, да, но у нас мы очень разные все-таки, то есть, не то, что мы деньги по... То есть, все вот делаем одинаково. То, что я вижу, что в 95% партнерства это такое разделение ответственности, то есть, это такой способ справиться... Когда просто самому взять? Ну, не то, что страшно, это нормально, заходить в партнерство, что-то делать, да, но потом, то есть, я сейчас, ну, вижу по цифрам, так же нормально выходить, так же нормально, то есть, я понимаю, что я вот принимаю решение, у меня есть там команда, которая в 20 раз меньше, чем она была, которая создает намного больше результата. Как бы, для чего, зачем? Вот я реализую там себя, свою стратегию. Ну, как бы, именно на этом этапе, типа, я лично для себя-то не вижу большого смысла. Партнерство есть в широком смысле, партнерство, там, и сотрудниками, и так далее, да. Ну, я имею в виду, да, именно вот это было. Наверное, знаешь, наверное, какой еще вопрос интересен? Мне кажется, сейчас есть два таких лагеря, то есть, первое, условно, что есть там детские травмы, и их нужно прорабатывать, вот, но, опять же, там, из, там, большого количества, там, знакомых предпринимателей чувствуется какое-то, ну, либо отторжение, либо страх. Ну, не скепсис, а то, что именно вот эта травма, она и помогает мне делать финансовый результат, и, ну, вот, как раз, там, на подкасте, там, у Хартман недавно слышал, он тоже говорил, не помню, если честно, какой именно бискетболист, условно, там, он проработал травму, и после этого не было великих игр. Вот, как ты на это смотришь, то есть, вот, твое видение расскажи. Ну, такое позиция имеет смысл для того человека, который, опять-таки, успех ставит во главу угла своей жизни. Ну, если ты говоришь, я буду травмирован, я буду несчастен, но это будет помогать мне из фрустрации достигать результата, и всю свою жизнь я буду посвящать этому. Есть такой демон Ада. А что имеешь в виду? Семь демонов Ада есть. Ну, поясни просто мне. Демоны Ада есть, вот, там, Люцифер, например, Сатана, то есть, они разные. Есть один из демонов Ада, который называется Мамона, это демон такого обогащения непрерывного, да? Ну, то есть, этого не будем брать про обогащение, но вот есть такая штука, ну, успех, 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 как вот краеугольный камень. То есть, когда человек ставит не жизнь, не счастье, не состояние, а достижение, как инструмент для чего? Счастье, ну, как бы вот такой вот кривой, да, способ. И действительно, люди боятся, что, потому что, ну, я считаю, что есть две стратегии у человека. Стратегия выживания и стратегия жизни. Стратегия успеха и стратегия счастья. Извините, что перебью, означает ли условно автоматически, что, типа, если ты проработаешь, там, не знаю, там, травмы или еще что-то, что, ну, не то, что неуспешно, то есть, понятное дело, человек, если уже достиг какого-то результата, он там не свалится, но что уже вот той былой энергии не будет, потому что, мне кажется, именно вот это вот основное многих останавливает. Не будет кредитной энергии за счет других систем, то есть, вот, если мы говорим теоретически сейчас, то там, где есть результат, не обязательно есть счастье, но там, где есть счастье, обязательно есть результат. Это очень важная категория, да, что из чего выпадает. Ну, китайцы говорят, я крепко стою ногами на земле, макушка касаюсь неба, то есть, это значит, что я нахожусь в двух реальностях одновременно, то есть, деньги – это очень важный индикатор связанности с жизнью, да, но вот есть идея счастья, есть идея величия, и во что бы то ни стало, и она очень пьянящая, она очень наркотическая, она очень такая понятная, кажется, да, что если я буду великим, то что тогда будет? Идея счастья – это отпустить идею, что твое счастье зависит… От результата? От результата, но это не значит, что его там нет, это значит, что там есть он в той степени, в которой он тебе нужен. То есть, правильно я понимаю твой условный подход, что типа на первом месте счастье, если ты будешь счастливый, у тебя там, не знаю, будет много энергии и так далее, и как раз вот результаты, там, не знаю, бизнесовые и так далее, они как бы, ну, не автоматом придут, но как бы они уже будут как следствие… Счастье – это напряжение, удерживание, быть в контакте со всеми областями, потому что ничего автоматически не сделается, к сожалению. Типа, если у меня будет классная жена, то автоматически она будет меня вдохновлять, и у меня будет там дело. Если у меня будет дело, я буду реализован, я буду известен, и моя женщина увидит меня во всей красе, во всей моей силе, восхитится, и у меня это будет. Если у меня будет крутое здоровье, то тогда у меня будет много энергии, и тогда я смогу создавать большие бизнес-результаты. Это все вещи связанные, но недетерминированные. И идея, вот ограниченная идея – это делать что-то одно. Идея счастья – это удерживание всей сложной совокупности жизни одновременно. Что ты в контакте с своим внутренним состоянием, и со своим телесным состоянием, и со своими отношениями, и со своим бизнесом, и везде, во всех сферах одновременно. Что ты думаешь, ты испытываешь блаженство, ничего подобного. Ты испытываешь контакт с реальностью, испытываешь через переживание и хорошего, и тяжелых чувств. Если ты не умеешь тяжелые испытывать, то у тебя и радости не будет никакой, это связанные вещи. Хорошая новость состоит в том, что тебе нужно удерживать все. А плохая новость состоит в том, что это не то что-то. Будет счастье – будут деньги, будут деньги – будет счастье. Это не автоматически вытекающие вещи. И сложная задача, действительно сложная задача и большая – это сказать, что я хочу, чтобы у меня было процветание во всех сферах. Это не случится само по себе. Потому что, например, идея достигаторства – очень важная категория цели достижения. Я вижу, как достигаторы пытаются решить вопрос личной жизни. Я сам его также пытался решить путем воронки продаж. Оно так не решается. Потому что в сфере личной, ну вот, есть внутренние территории чувств, эмоций, твоего состояния. И это такой же огромный мир, как и мир социальной реализации. Он такой же огромный. И то, что ты стал успешным в мире социальной реализации, не значит, что ты будешь в эмоционально-чувственном мире успешным. И наоборот. Ну, часто человек смотрит бизнес, потому что у него только получается он. А сфера там личных отношений или внутреннего состояния – он не то, что даже не боится. Для того, чтобы бояться, нужно знать, чего ты боишься. И, как правило, эти задачи просто вытеснены из головы, да? И ты просто там этого не видишь даже. Ты не видишь, не смотришь, что ты думаешь, мама, папа, это влияет. Да какая разница вообще, что это херня-то? Ну, чушь какая-то, да? Мы живем в 21 веке, давайте по-нормальному. Вот действие поделал, вот потопал, вот полопал, да? Вот простая логика. И другая, конечно, есть тоже крайность, да? Это люди, которые купаются вот в этих… Не вылазит из развития там, да? Из травмы, а не в другую травму. И тоже, да, такая штука, что если я проработаю прошлое, то у меня создастся настоящее другое. Это тоже искажение, конечно. Ну, по итогу, насколько я вот понимаю, то есть твое видение, это вот научиться, не знаю, насколько подходящее слово, типа жить в балансе, наверное, это, ну, наверное, трудно, но типа одновременно на все сферы фокусироваться, и именно в этом, насколько я понимаю, сейчас там твой подход. Да, вот фильм такой последний вышел, все везде и сразу, по-моему, да? Вот, да, контакт с реальностью, это контакт, это выдерживать контакт со всеми частями своей жизни, даже если там что-то не получается сейчас в моменте. И если ты будешь удерживать контакт со всеми областями жизни, не вытеснять их, то автоматически у тебя начнет получаться. Для того, чтобы удерживать все сферы одновременно, ты же не будешь как этот, как фокусник, да, который тарелочки вот эти крутит, да, и ногой там еще, ну, то есть это очень сложно. Когда ты умеешь фокусироваться на одном, очень сложно фокусироваться на всем одновременно. И поэтому тебе нужно фокусироваться, а что такое метаморфоза? Тебе нужно фокусироваться на жизни, которая является распределительным хабом всех частей одновременно. То есть ты строишь взаимоотношения с жизнью, и через жизнь, как через фильтр, ты строишь взаимоотношения с главными фигурами жизни, да, где есть и отношения, и бизнес, и дело, и так далее. И делать это очень важно. То есть если ты привык над одной сферой работать, там вот на 9 из 10 или на 10 из 10, то вот последняя идея, которую я очень пропагандирую, ну, которой я живу, это жизнь на среднюю мощность. 6 из 10 как наиболее продуктивный способ корректного проживания, напряжения, расслабления. Именно насколько я понимаю, как раз с точки зрения какого-то внутреннего такого удовлетворения, правильно понимаю? Да, это вот, ну, на самом деле вот эта идея, во что бы то ни стало, ни к хорошим результатам не приводит. Потому что, условно говоря, вот представьте, есть женщина какая-то, и вот ты взял ее вот все на прицел, и все, и ты осаждаешь ее крепость, да, ты будешь с тучей действий там ее осаждать. Может быть, она даже сдастся в какой-то момент времени. Там счастья не будет. А если ты вообще прошел мимо и закурил там, ну, тоже ничего хорошего. То есть, вот есть уровень оптимальный между давлением и недавлением, да. Вот мы его называем, что это 6 из 10. Когда у тебя есть желание, но нет избыточной важности, что в отношениях, да, ты можешь очень ценить, очень любить, но ты не обожествляешь и не делаешь источником счастья только эту сферу, да. То есть, ты должен иметь, ну, здоровое, то есть, тебе по-здоровому должно быть и хорошо, и вне, хотя вместе тоже очень хорошо. И так со всеми областями жизни, с деньгами, с реализацией, да, вот действовать. И это очень, это страшно, потому что непонятно как. Я говорю, стратегия счастья или стратегия, назовем ее вот этой вот, да, стратегия жизни по сравнению с стратегией. Это апгрейдженная версия твоей стратегии выживания. Со стратегией выживания все хорошо. Вот эта стратегия успеха, достижения, это стратегия выживания в тех условиях, в которых ты родился. Она этим условиям была адекватна. Но условия-то изменились. Ну да, уже как бы нет необходимости выживать. А у тебя, ты используешь ту же самую модель, которую ты использовал для того, чтобы вылезти из грязи, условно говоря, а грязи-то уже нету, алло. Ну да, и при этом как бы, и эта модель, она уже не подходит для того, чтобы как раз вот было внутренне какое-то... Именно, она неадекватна твоим текущим потребностям. И важно эти потребности понять. И понять, что мы модель выживания, достигаторства. Мы не говорим, это плохо, это уходит. Нам нужно ее проапгрейдить. Нам нужно, чтобы она эволюционировала как деятельность, она эволюционирует. Ну, мне странно смотреть на людей, которые деньги заработали, там все еще эконом-классом летают, например. Типа он вот, ему кажется, что он этим сохраняет как-то вот... Какую-то внутреннюю простоту. Ну, как бы это странно. То есть, нужно уметь все-таки... А он у жены своей спросил, насколько ей это классно вообще. Ну, то есть, надо уметь и наслаждаться одновременно, и понимать, что есть внутренние задачи также. То есть, адекватно моменту осознать свои новые условия существования, новые потребности и свои новые цели. Потому что ничто не портит цель так, как попадание в нее. И как раз вот, да, когда ты попадаешь в свою цель, то есть, люди очень часто сейчас живут в той цели, в мечте, которая у них была когда-то. И что они дойдут и после этого... Они дойдут, и они думали, все, вот это вот слезы в Дубае у бассейна, да, когда ты... А ты уже в Дубае, все, у тебя деньги, ты по ресторанам можешь ходить, у тебя обеспечено, а у тебя внутреннее какое-то... Нет ощущения счастья. Да. Я думаю, на этой ноте и закончим. На самом деле, все обязательно поставьте лайк. Вот, на самом деле, этот подкаст получился там супер, как это сказать. Короче, его организовать было непросто, вот, потому что я буквально там вчера ночью прилетел, Петя, наоборот, сегодня улетает, и мы там прям состыковали, чтобы для вас записать. А по-моему, просто получилось. Ты написал, я ответил, и в целом вышло. Вот, поэтому... Ну, я имею в виду с точки зрения графика. Вот, мне кажется, очень много глубоких тем капнули. Напишите в комментариях, какие темы вы хотели бы еще детальнее разобрать, либо какие-то вопросы новые затронуть. Вот, я думаю, мы будем делать так, что гость, который соберет там большее количество просмотров, мы будем еще раз звать. Вот, я очень буду рад, если ты еще раз придешь. Вот, спасибо большое. Классно, да, хорошая идея. А может, книжку что-нибудь подарить? Да, давай. Давай подарим книжку за самый интересный инсайт какой-то. Комментарий. Да, пишите ваши инсайты, что вам больше всего откликнулось. Ну вот, мы там с Петей как-то... Ты, ты сам выберешь, а у меня книжка. Спасибо. Окей, договорились. Спасибо.